Желающих испытать себя в сдаче нормативов на летнем спортивном фестивале котов к труду и обороне было хоть отбавляй. Порядка 120 человек. Возраст от 18 и старше. Все те, кто решил в этот день попробовать свои силы и получить заветный значок, обладают цареустремленностью. А это одно из главных качеств человека 21 века, считают организаторы. Пока все успешно, нормативы несложные для моих лет. Ну, результаты пока с опережением графика, то есть чуть больше, чем написано в нормативах. Соревнования эти на добровольной основе, то есть те, кто хотел, энтузиасты спорта, я думаю, участвуют. Некоторые, я смотрю, коллективы собрались полностью. Мы добились средних результатов, но мы будем стараться, чтобы у нас к будущему году все было только лучше. Будем стараться выполнить на золото. Сертификат вот такой вот выдан участнику летнего городского фестиваля Всероссийского культурно-спортивного комплекса ГТО. За участие в испытании тестов, прохождении тестов. Вот очень приятно получить такой сертификат. Всего существует три вида значков – золотые, серебряные и бронзовые. Для каждого свои нормативы. Участники с нескрываемым восторгом и упорством выступали в различных дисциплинах. Бег, прыжки в длину, метание спортивного снаряда, наклоны вперед и отжимания. Что интересно, некоторые испытания участники могут проходить по выбору. Например, выполнить рывок гири весом 16 килограмм, либо же подтянуться на перекладине. Сегодня их победа. Несколько судей внимательно следили за правильностью выполнения упражнений участниками. Если нужно, то помогали, ведь не все здесь профессиональные спортсмены. Норматив от 18 до 29 лет сегодня до 240 на золото, 220 на серебро и 200 на бронзовую медаль. По технике могу сказать, что прыжок делается сначала лучше вытянуться, раскачаться и выпрыгнуть. Спортивный праздник готов к труду и обороне завершился, но основные испытания еще ждут участников впереди. В будущем году им предстоит сдать нормативы по зимним видам спорта и только после этого получить заветные значки. Все берчане, подтвердившие свою спортивную подготовку, получили сертификаты участников. Продолжение следует...